Здравствуйте, любители всего прекрасного! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии очаровательная Александра Хайрулина, Роман Шахов, друзья, ну конечно, мы с огромной радостью приветствуем всех вас, приветствуем и наших чудесных гостей. Итак, подборный аплодисмент и встречайте у нас сегодня в гостях директор Центра творческих индустрий «Фабрика» Ася Филиппова и Марина Фоменко, художник и куратор потрясающего фестиваля видеоарта «Сейчас и потом 17», который стартует с 5 июля и продлится до 30 июля как раз вот на «Фабрике», в Центре творческих индустрий. Будем говорить сегодня в целом об этом Центре, ну и, конечно, обязательно поговорим о замечательном фестивале. И сразу скажу, друзья, если вы нас слушаете, надо смотреть именно этот час, потому что у нас даже будет видеоролик замечательный. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, кто начнет, кто расскажет, почему мы должны пойти, посмотреть и что мы увидим? Рассказывайте, начиная с 5 июля. Марина начнет, да? Начиная с 5 июля мы увидим 7 выпуск фестиваля, международного фестиваля видеоарта «Сейчас и потом». Этот фестиваль проводится в Москве уже 7 раз, и он проводится с 2011 года каждый год. Обычно мы каждый год объявляем открытый прием заявок и получаем около 1000 заявок абсолютно отовсюду, начиная от Южной Америки, кончая Австралией. Со всего мира, со всего света приходит. Со всего мира, действительно. Потом, наша отборочная комиссия долго и внимательно все это просматривает, это огромное, на самом деле, количество заявок, это очень серьезная работа, просмотр и отбор работ. Мы отбираем где-то порядка 30, от 30 до 40 работ, которые потом, из которых формируем программу и которые, как в виде фестиваля, мы показываем. Мы сотрудничаем или с музеями, или с пространствами современного искусства, таким как «Фабрика», где мы в течение нескольких недель, в виде многоканальной видеоинсталляции, нашу программу и показываем. Но в этом году, значит, программу мы уже показывали, наш фестиваль проходил Московский музей современного искусства, музей истории ГУЛАГа, музей архитектуры в Дарвиновском музее и вот в этом году на «Фабрике». Но в этом году у нас особый выпуск, мы решили подвести итоги предыдущих семи лет фестиваля и делаем такую некую ретроспективу. Наш фестиваль в этом году называется «Флэшбэк 17», то есть мы останавливаемся на минуточку и оглядываемся назад на то, что мы сделали за все эти годы. И поэтому мы показываем все лучшие работы предшествующих лет, то есть каждый день в одном из залов, а точнее это будет не зал, а отделочный цех фабрики, мы будем нон-стоп показывать программу всех победителей, всех предшествующих лет, всех, кто получил первое, второе, третье места, получил упоминание из жюри и так далее и тому подобное. То есть это будет парад лучших работ. И кроме того, в зале «Оливье Фабрика» мы подготовили выставку из новых работ, так сказать, старых участников, из тех, кто уже принимал участие, но художники, и в том числе большинство из них победителей разных лет, прислали нам свои новые работы, которые вот московская публика еще не видела. И это будет работать как выставка. Ну вот это вот в двух словах то, что вот можно сказать. Марин, я бы очень хотела вас еще попросить, рассказать нашим слушателям и зрителям, ну я допускаю, что могут быть такие среди наших любимых дорогих зрителей, люди, которые не знают, что такое видеоарт. Вот прям коротко совсем, давайте расскажем, что такое. Характеристика, да. Ну, если коротко, то видеоарт – это то, что делают художники, используя как инструмент видеокамеру. Вот как. Потому что инструментом художника может быть не только кисть, карандаш. Холст, да. Да, и все другое, но когда художник берет в руки видеокамеру, то он, в общем-то, не режиссер, он не создает кино, он создает произведения видеоарта. Очень часто художники отталкиваются, скажем, от живописи. И мы тогда можем видеть такие работы, которые выглядят как ожившие картины. Иногда художники идут от скульптуры, иногда создаются работы, связанные и с видео, и с фотографией. Иногда мы видим видеодокументацию перформансов. Но все это – работа художника. И вот… Марин, существует такое мнение, есть версия, что к видеоарту люди должны прикасаться или приходить уже подготовленные. То есть человек, который совершенно был далек, не представляет, что такое… Только сейчас узнал, например. А ваше мнение какого-то? Вы можете человек, который совсем к творчеству не имеет никакого отношения, взять и пойти посмотреть видеоарту? Мне кажется, даже нужно. Вот он должен пойти и посмотреть, потому что, во-первых, все работы очень разные. Он как чисто белый лист, как губка все впитает сразу. Впитает, потом очень разные работы. И вот почти наверняка хоть какая-нибудь работа его зацепит. И, кроме того, обязательно мы к работам всегда даем аннотацию художников, что художник хотел сказать и что он об этом думает. Потому что иногда это не всегда очевидно, а вот, прочитая текст художника, вот это становится просто более понятно и более интересно. А есть такие очень прозрачные работы, очень красивые. Длительность у них, Марин, какая в среднем? Ну, в среднем длительность 5-10 минут. Ну, бывают и совсем крошечные, одноминутные, бывают и гораздо более длинные. Компьютерные технологии используются сейчас? Или много ли их, или без них обходятся художники, все-таки не программисты? Используются. Используются. Но по-разному. Вот совершенно по-разному. Это не главное или сейчас вот на это упор делается? Мне кажется, это не главное. Главное все-таки идея и реализация этой идеи. А каким способом решает художник? Вот просто несколько таких цифр назову. В этом году в фестивале видеоарта, сейчас потом 17, примут участие участники из 47 стран, да? 47 российских и зарубежных художников. Вот так, наверное, будет правильно? Всего уже за 7 лет участниками фестиваля стали 209 художников из 42 стран. Друзья, на секундочку. Вот так. Я предлагаю нам сейчас прерваться совсем ненадолго для музыкальной паузы. И, конечно, после которой мы обязательно вернемся в студию. Что ж такое фабрика мы узнаем, да, еще? Как-то все... Ася улыбается, молчит пока, да? Все подробности впереди. Телерадиоканал «Страна.ФМ» и Валерия Меладзе. Это кила «Любовь». Она вредовая, она неверная, и от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет. А я люблю ее. Она тигровая, она пещерная, и я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. И воскрешу ее. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Тропикана женщина, горяча и бешена, А внутри соленая, словно кровь и кила «Любовь». Тропикана женщина, горяча и бешена, А внутри соленая, словно кровь и кила «Любовь». Она река моя, я посреди нее, Стою на якоре, не видя берегов, Лишь небо синее, невыносимое. Четыре танца с ней, танцуют демоны, Но этот пятый танец мой уже за облака зашла луна. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Тропикана женщина, горяча и бешена, А внутри соленая, словно кровь и кила «Любовь». Тропикана женщина, горяча и бешена, А внутри соленая, словно кровь и кила «Любовь». А внутри соленая, словно кровь и кила «Любовь» Трофикана женщина, горяча и бешена, А внутри солёная, словно кровь, пенькина любовь. Трофикана женщина, горяча и бешена, А внутри солёная, словно кровь, пенькина любовь. Искусство, друзья, будоражит кровь. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы скоро посмотрим замечательное произведение видеоарта. Не переключайтесь, оставайтесь в нашей компании. Друзья, пока немножечко истории. Итак, Москва, переведенный скопирюлок, 18 долгие годы. Там существует фабрика технической бумаги «Октябрь», которая производит эту самую техническую бумагу. Никто не думал, не гадал. И тут вдруг в 2005 году, если не ошибаюсь, да, Ася? Вдруг эта самая фабрика становится центом творческих индустрий. И не продолжая печатать, причём техническую бумагу, но просто какую-то свою площадь отдав под творческие интересные проекты. И всё это случилось благодаря директору Аси Филиппова. Вот Ася у нас сегодня в гостях, очаровательная, милейшая совершенно женщина, и Марина чудесная. Ась, конечно, мы к вам обращаемся с вопросом, восхищаемся. Романом ещё расскажу вам, потому что, ну, это уникально. Но далеко не на каждой фабрике и заводе у нас происходят подобные вещи. Вот, чтобы взяли и отдали какую-то часть этого самого предприятия под творчество. Но мы нашли в интернете информацию, что это неспроста. Да, у вас творческая семья, у вас родители творческих профессий. Много родственников. Поближе к микрофон, Вася. Очень много родственников связано с музыкой, театром, искусством художников, пианистов. Поэтому, да, я пыталась по молодости и по неопытности как-то уйти в другую степь, заняться экономикой. Вообще я хотела быть лингвистом. Я хотела поступать на структурную лингвистику. Но пошли на экономиста. Меня не взяли на структурную лингвистику, это было очень сложно. И я пошла на экономическую кибернетику, что гораздо проще. Конечно, это же вообще просто ерунда. Вот, да, с экономической кибернетикой у меня все как-то получилось. Ну и потом это были, да, 90-е годы, такие бурные перемены в обществе. Я работала в инвестиционном фонде после университета. Мы приватизировали несколько предприятий в Москве, не только в Москве. И спустя несколько лет так получилось, что я получила MBA в области управления производством. Стала директором одного из этих предприятий, а именно фабрики на Бауманской, фабрики технических бумаг. Ась, ну что, его сразу, вот вы только перешагнули через порог и сразу сказали, все, половина этого будет занята теперь картинами, здесь будут актеры, здесь будут художники. Нет, нет, я когда перешагнула порог, я, наверное, первые полгода была в глубоком стрессе и в шоке, потому что, как я уже сказала, это были очень трудные времена для всех фабрик, и для нашей в том числе, и нужно было как-то перестраиваться, выдумывать что-то совершенно новое, чтобы выжить и чтобы существовать дальше. Поэтому первые полгода или, может быть, год я как раз занималась аналитикой и, собственно, думала о том, что со всем этим делать, потому что по-старому нельзя было продолжать существовать. И спустя вот год с небольшим у меня появились эти мысли о том, что поскольку наше производство, вот это производство технических бумаг, оно на самом деле это была очень специальная такая фабрика, то есть это и не производство бумаг, потому что производство бумаг – это, как правило, огромные целлюлозо-бумажные комбинаты где-нибудь в Архангельской области, и не полиграфия, а это было что-то вот такое очень среднее. Узко-специализированное. Очень узко-специализированное. Это надо было как-то расширять, как-то адаптировать вообще к новому времени. Ну и мне показалось, может быть, с учетом моих каких-то склонностей в сфере культуры и искусства, мне показалось, что да, можно как-то сосредоточиться и пойти в этом направлении. Ну и на сегодняшний день что происходит? Фабрика продолжает печатать техническую бумагу, и здесь же на территории этой самой фабрики… Работает Центр творческих индустрий. Центр творческих индустрий. И мне кажется, что это очень правильно, потому что, к сожалению, несмотря на то, что у нас 21 век и видеоарт на дворе, очень многие воспринимают до сих пор производство, что это должны быть вот цеха и станки. Да что, конечно. А вы должны были прийти, знаете, в строгом костюме, простите, пожалуйста, как мы им про их фильмы «Служебный роман». Да, 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 да. Вот, а на самом деле уже в конце 20 века, и тем более в 21 везде, начали бурно развиваться творческая экономика и творческие индустрии. То есть это… Они, конечно, могут что-то печатать на станках, они могут что-то делать вручную, шить обувь. Но это всегда несет огромный элемент творчества, огромный элемент интеллектуального капитала. И, в общем, за счет этого такая продукция становится гораздо более интересной и ценной, и востребованной. Поэтому на фабрике мы занимаемся развитием именно таких индустрий. Центр творческих индустрий, Ася, если можно вкратце прям, да, что такое? Это площадки, да, специальные, предоставленные для различных творческих организаций, каких-то компаний. На сегодняшний день кто у вас там размещается и что можно посмотреть? У нас сидят дизайнеры, которые делают прекрасную мебель, очень красивую и очень качественную. У нас сидят издательства, которые сотрудничают с типографиями на нашей же территории, и печатают прекрасные книги. Например, есть издательство «Адмаргиным», легендарное, которое занимается изданием книг тоже в области философии, современного искусства, современной культуры. И, в общем, совершенно уникальное издательство. У нас есть люди, которые занимаются, не знаю, шьют... Дизайнерскую одежду. Дизайнерскую одежду. Кожаные штаны, например, куртки. То есть это пространство для творческих людей в разных областях, правильно? Да, вообще творческие индустрии. Это телевидение, театр, кино, издание книг, компьютерные игры, мода, дизайн, архитектура. Вот это все. Общаясь с собой, люди друг друга обогащают какими-то знаниями, идеями. Ну и, собственно, каждый в своей области продвигается, правильно? Безусловно. Эффект синергии никто не отменял. И у нас на фабрике тоже. Вот, если человек захотел отправиться сейчас вообще на фабрику, посмотреть, что это такое, Центр творческих индустрий, интересно все. Соответственно, как это происходит? На каждую, в каждую выставочное пространство отдельный билет покупается? Или можно зайти просто на территорию, заплатить, и потом ходить везде гулять? Вы знаете, я сражу вас на повал, наверное. Ну, давай, все сделайте-то. Даже не нужно заплатить. Даже не нужно заплатить. Просто поскольку мы не ставим себе цели зарабатывать на выставках на искусстве, это для нас, как бы, такой благотворительный и исследовательский интерес. Поэтому посетители наших выставок ничего не платят. Вход везде бесплатный. Потрясающе совершенно. Приходить сегодня, ну, может быть, сегодня не лучший день, потому что у нас идет монтаж следующих выставок. Пятого числа обязательно. Может быть, есть какое-то хитрое условие? Каждый пришедший платить не должен за вход, но должен купить техническую бумагу какое-то количество, нет? Нет, нет. Ничего. Он должен, единственное что, он должен быть готовым к тому, что он увидит что-то не самое привычное для себя, возможно. И он должен прийти с открытыми глазами и мозгами. Кого бы вы хотели позвать? Например, есть у вас дизайнеры, художники, может быть, режиссеры, скульпторы. Кого не хватает пока, по вашему мнению, вот сейчас, может быть, какая-то творческая молодежь смотрит, слушает страну и вот думает, где бы себя реализовать? А вы вот зазовите, кого бы хотелось там видеть? Каких представителей, каких специальностей? Ну, для кого открыты двери, условно, да? Кого еще не было? Как я сказала, для любых ремесленников, делающих что-то интересное и уникальное. Для людей, работающих с дизайном, для театральных мастерских, которые делают декорации для театра, для компаний, которые делают компьютерные игры. Ася, вы принимаете решение, даете добро, так сказать, тем, кто будет размещаться, да или нет? Или есть некий худсовет, который принимает решение? Нет, в общем, я. В общем, все-таки последнее слово за вами. Да, 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 последнее слово за вами. У меня есть, конечно, коллеги, которые мне рекомендуют. Решение принимаю я. Ну и тогда вопрос у нас такой. Вот фестиваль сейчас и потом, видеоарта. Здесь у вас были какие-то сомнения? Стоит впускать, не стоит впускать фестиваль на территорию фабрики? Нет, конечно. Ну, во-первых, фестиваль проходит не первый раз уже на территории фабрики. Три, четыре, пять сотрудничаем. Фестиваль. Сколько, да? Ну, несколько раз. Как то-то, что мы давно сотрудничаем, и сомнений у меня никогда не было. Более того, я всегда мечтала познакомиться с Мариной и посотрудничать с ней. А мечты сбываешь. Скажите, пожалуйста, Ась, а что-то вы, может быть, в видеоарте лично делали? Нет? Я лично нет. Я вообще, я же говорю, я вообще лично старалась как-то дистанцироваться. Дистанцироваться, искусство, заниматься какие-то более конкретные темы. Ну, это вы старались, но у вас в результате не очень получилось, потому что все-таки возникла фабрика. Но я как менеджер, я арт-менеджер, я не художник. Ась, ну, при этом же у вас остаются еще обязанности и на фабрике производства технической бумаги. Как строится ваш день? Вы сначала бумаги посвящаете, потом творчеству, или это бесконечный процесс? То одно, то другое, то опять одно, то опять другое. Нет, сначала, конечно, сначала дела, потом искусство. Первым делом самолеты, да, техническая бумага. Конечно, распределение платежей, обход территории, контроль, кто чем занимается, в планерке, главным инженером, сувергетиком, с учителем по капремонтам, с бухгалтерией. Это все сначала, но что удобно, творческие люди не очень любят утром встречаться и обсуждать искусство. Это, как правило, случается после трех часов дня, поэтому все очень органично. Ася, есть ли люди, которые работают на обеих фабриках? И что-то с бумагой связано, и что-то с творчеством. Вы знаете, я считаю, что все. На самом деле, в той или иной степени все. Единый организм все равно. Это единый организм, потому что наши рабочие, они в первой половине дня могут заниматься, не знаю, там, в котельной, ремонтом. Аня, мы должны прерваться обязательно, вернемся очень скоро. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья, Ася Филиппова и Марина Фоменко сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», и мы общаемся о высоком, говорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА темы фестиваля «Флэшбэк-17». Нам уже Марина Фоменко художник и куратор, и организатор, и вообще... Идейный вдохновитель, можно сказать так? Да нет, ну как сказать, это вообще мать проекта, если так, ну правильно поймите меня. Создатель. Создательница проекта, да, спасибо, наконец-то подобрали правильное слово. Марина уже несколько слов рассказала нам об этом проекте, друзья, но сейчас мы хотели бы вам предложить посмотреть наше видео подготовленное и предоставленное любезно Мариной, Асей. Мы очень попросим вас, Марина, наверное, сейчас запустим, когда видео рассказывать, что происходит на экране, комментировать как-то, и для того, чтобы не чувствовали себя обделенными те люди, которые нас сейчас не смотрят, а слушают. Ну а те, кто слушает, те, кто смотрит, конечно, внимание на экраны. И так можно запускать видео. Ну вот. Вообще-то это трейлер из самых разных работ участников, поэтому мы здесь видим только очень маленькие фрагменты. Вот самый первый фрагмент, их сложно комментировать, потому что они всего по несколько секунд, а это так происходит, потому что не все художники разрешают показывать свои работы в интернете. И мы имеем право показывать только вот порядка десяти секунд их работы. фрагменты. Вот поэтому так и получается. Ну вот женщина идет, значит, что у нее на голове какое-то... Это женщина, это польская художница Юлия Курик, художница-перформансистка, и вот эта вот работа, которая вот женщина была в яркой одежде рядом с солдатами, это ее перформанс, который она проводила в Мексике, называется он Луча Либра. Это разновидность свободной борьбы, которая очень популярна в Мексике, но которая выглядит скорее как перформанс, потому что там все очень ярко одеты, и как-то страшно дерутся. А в итоге оказывается, что никто не пострадал, а все это скорее на публику. Такое представление. Индийское кино напоминает немножко так. Ну вот как-то так, да. И поэтому она... И они выступают вот в таких вот красочных масках. И она оделась именно в стиле этой Луча Либра и провела такой очень серьезный перформанс около президентского дворца. Это случилось после... Там была такая страшная история в 2015 году, когда у них пропали около ста студентов, а потом их обнаружили вот просто погибшими. Ой, да, конечно, это жутко. И она как раз вот в связи с этим событием сразу буквально через... Впечатление пережитом. Да, вот провела его. Ну, его нужно смотреть полностью. Слушайте, потрясающе. Вот спасибо большое вам за предоставленную возможность. Нам немножечко одним глазком, хоть коротенькие такие эти видео мы посмотрели, но я отчасти понимаю, наверное, да, мнение, что нужно быть, во-первых, подготовленным, прежде чем пойти, ну, хотя бы примерно понимать, куда ты идешь и что ты будешь смотреть, что это такое видеоарт, познакомиться с этим. И еще, я знаю, есть такое мнение, что в основном в видеоарте все-таки какие-то немножко такие жутковатые, странные слегка вещи. Вот на фестивале сейчас и потом 17 будет представлено больше каких работ? Мне кажется, работы самые разные. Ну, нам-то они не кажутся странными. Ну, да. Хотя некоторые из них, наверное, вот не сразу можно понять, а в самом деле, если вот как-то не схватываешь сразу, лучше прочесть текст художника. А есть еще и текст, полагается в каждом видео. Обязательно в каждой работе полагается текст художника, который так или иначе, в который художник объясняет, что, собственно, он имел в виду. Для тех, кто не догнал. На самом деле для всех, потому что мы можем воспринимать эту работу так, как мы ее воспринимаем, но прочитать текст художника мы можем понять, что все-таки это он что-то другое немного хотел сказать. Поэтому, я не знаю, я всегда читаю, что пишут художники о своих работах независимо ни от чего. Я думаю, что это очень правильно, потому что таким образом у себя, наверное, художники тоже безопасны, вот что ли, обезопасны. Они в безопасности становятся. В безопасности становятся. Ну, потому что вдруг действительно исказят то, что он хотел сказать и как-то неправильно постараются потом преподнести. Мне вот интересно, а если бы сейчас Сальвадор Дали был жив, он бы, как вы думаете, занимался бы видеоартом? Конечно, конечно. Они же занимались, модернисты, как то, они же, собственно, во многом и начали снимать. Просто вот такое бы кино, наверное, такие бы ролики, да, такой фрагменты видеоартом можно было бы... Безусловно, а потом все-таки видеоартом занимаются сейчас вообще почти все художники, которые интересуются современным искусством. Потому что это такое искушение, у нас у всех есть видеокамеры, которые снимают видео в хорошем качестве, даже в наших телефонах. Ну и как художнику не взять, не попробовать что-то сделать. Марина, получается, что, в общем-то, подобные вещи может делать и человек без образования специального художественного. Человек просто... Или лучше ему не делать. камеру или какой-то телефон более-менее современный для того, чтобы стать художником видеоарта. Или нет? Или все-таки нужно получить образование специально? Это всегда такой вопрос интересный. Это то же самое, что у нас у всех есть фотокамера, но мы же не все фотографы. Нет. Что вот из тысячи снимков только один получится хороший, а с видео еще сложнее. Конечно, если человеку интересно, надо пробовать. Но вот перед тем, вот как заниматься видеоартом, вот нужно, чтобы у человека был какой-то бэкграунд, может быть, даже не в смысле образования, а в смысле насмотренности произведения видеоарта. Чтобы имелось какое-то внутреннее представление о том, что это такое вообще и как это может выглядеть. Что это не совсем кино, что это немного другое произведение. А так, в принципе, конечно, любой человек может. Это немножко такие картинки из подсознания, такие видеозарисовки. Ну, у некоторых, да. А у некоторых все очень, и даже большей частью, все очень продумано. На самом деле, сценарий, может быть, пишут не все, и, скорее всего, далеко не все, но что там есть такая продуманность и структурированность и мало спонтанности, потому что монтаж это не спонтанность. А с монтажом работают многие. Что касается, Марин, что касается технической составляющей, есть ли что-то уже из видеоарта, снятое в 3D? Ну, есть, конечно. И у вас это можно будет посмотреть? На фестивале сейчас нет, но в прошлом году мы показывали, это даже не было снято в 3D, но мы показывали в очках там некоторые работы. Лазерное, голографическое, что-нибудь такое применяется? Или пока еще... Все зависит... Ну, в принципе, применяется все. Любая техника используется художниками. Предлагаю надолго нам прерваться, Ром, для музыкальной паузы. И очень скоро вернемся у нас сейчас с Валерией Сюткин. Я хотела спросить у вас еще, Марин, вот что. Есть какие-то возрастные ограничения? Возраст художников от и до? Ну, все-таки это для взрослых, поэтому хотя бы 17+, но нам младшие не присылают, а старшей границы нет. Нет. То есть у нас среди участников мы специально смотрели где-то младшему участнику 20 лет, а старшему 70. В общем, для каждого, да, человека. Да, шикарно. Есть шансы. Валерий Сюткин на телерадиоканале Страна.ФМ. Очень скоро мы продолжим общаться с нашими гостями и еще немножко поговорим про фестиваль видеоарта Сейчас и потом 17, который 5 июля откроется. С 5 по 30. Центр творческих индустрий Фабрика. Но лучше ходить каждый день прям с 5 и по 30, да? Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем свое. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Этим я поделился секретом первый раз, первый раз, первый раз. В каждом зале и в этом, и в этом я надеюсь, подружки на вас. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда во мне чего-то находили, не знаю, что на девочкам виднее. Я не красавчик Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знают, что на девочках видней И когда мы расстанемся с вами Вспоминая, как вечер хорош Я уйду, не стуча каблуками А под плеск ваших легких ладош Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знают, что на девочках видней Я не красавчик Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знают, что на девочках видней Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что она девочкам видней Не знаю, что она девочкам видней Не знаю, что она девочкам видней Да, друзья, если вас уже давным-давно не удивляют клипы Даже самых любимых артистов Если как-то и кино пододаило, и скучно И тоже, в общем-то, все уже там давно для вас предсказуемо Ну все видели уже, все эти приемы, конечно Да, даже все новинки, я так и знал Тогда вам точно нужно увлечься видеоартом И вам точно нужно посетить седьмой фестиваль Международный фестиваль видеоарта сейчас И потом семнадцать, который с пятого по тридцатый июля Пройдет в Центр творческих индустрий Фабрика Когда, во сколько можно приходить? Когда, понятно, с пятого каждый день Есть ли выходные и Как это еще информация необходимая Часы работы, да Часы работы с двенадцати до восьми Правильно, Вася? Да, выходной день, понедельник Вот, это важно, конечно И в любое время с двенадцати до восьми Можно приходить и смотреть Есть ли там кафешки у вас? Есть Это уже Катя вопрос, да То есть бутерброды можно с собой не брать Там ездят, что-то перекусить Для подкрепиться, что называется Да, но кафе у нас работает до семи вечера Поэтому в рабочее время Хорошо Если серьезно, хотелось бы узнать Вообще, куда движется видеоарт? Да, он же когда-то зародился Вот, что сейчас самое актуальное И что появилось, ну, например, в этом году В видеоарте? Можно как-то вот сказать? Вообще, наш фестиваль, вот мне кажется Чем он особенно интересен Что он каждый год представляет Вот такой срез работы видеоарта Из самых разных стран мира И поэтому, вот, если наблюдать за ним И каждый год посещать То можно себе достаточно отчетливое представление От тенденций составить Но я вот не могу сказать, что есть такие вот тенденции Что в этом году что-то зародилось и в прошлом А в следующем году это умерло Но в то же время Вот получается очень интересно Что иногда Вот в один из годов Или лет, как сказать правильно Нам пришло очень много работ Работ, которые были связаны с фотографией То есть видеохудожники работали с фотографией А в следующий год пришло Очень много работ, связанных с перформансами И вот эти тенденции, они как-то появляются И вот на следующий год может прийти еще что-то Совершенно вот из другой области Я даже не знаю почему Мне не кажется, что это такая воровая тенденция Ну, а может быть, оно так и есть Что вот такие волны интереса возникают А ведь у вас есть еще такая история гастрольная Если правильно выражать То есть фестиваль Она выезжает в различные города И демонстрирует, в общем, все материалы лучшие Отобранные за год В ближайшее время Для тех людей, у кого нет возможности приехать в Москву Наверняка есть такие Где можно будет посмотреть эти работы Ну, у нас прямо такой гастрольной истории нет Но мы показываем свои программы Как программы и как выставки И в разных городах России и за рубежом Куда собираетесь в ближайшее время? У нас только закончилась выставка большая в Самаре Да А в ближайшее время мы собираемся Дайте, видушка, отдохнуть В ближайшее время мы собираемся в Тайвань Вот, на секундочку Это нормально, так вот, география И там будет презентация фестиваля, показ работ И там будет выставка Которую мы впервые, кстати, проводили на фабрике Это выставка Экоскоп Она проходила на фабрике в прошлом году И вот в этом году она будет в Тайване А дальше Вот у нас нет строгого плана развития Куда пригласят, может быть, да? Ну, получается так Вот, куда пригласят Вы бы куда хотели, Марин? Вот куда мечтаете? Как художник? Что посмотреть? Куда я хочу? С фестивалем поехать? С фестивалем и посмотреть, как человек Я хочу везде Вообще объехать все города России Потому что мы Вот были далеко не везде Хотя мы были там в Красноярске В Калуге, в Краснодаре В Санкт-Петербурге В Москве, конечно Хотелось бы съездить и на Дальний Восток И на Север На Камчатку И на Камчатку Я бы объездила все И везде бы все показала и рассказала Марин, давайте несколько слов еще скажем Тем людям, которые вдруг сейчас захотели Очень стать художником Видеоартом заняться очень серьезно Как можно отправить к вам заявку? Как можно о вас узнать побольше? Ну, заявку можно отправить Мы принимаем заявки онлайн На нашем сайте Сайт nowdefisavta.org И когда открывается прием заявок Он идет в течение 2-3 месяцев Ну, обычно 3-4 даже скорее месяца Мы об этом сообщаем где только можем И в социальных сетях Делаем рассылку по нашим адресам И вот та институция, с которой мы собираемся делать фестивали Она тоже эту информацию распространяет И просто нужно заполнить заявку онлайн И сказать, кто ты, откуда Краткая биография Описание работы И прислать работу через файлообменник Все У вас Вы как художник что-то представляете в этом году? Нет Нет Нет, нет, нет Это Я как художник Тоже не кромко Нет, я не могу быть ни в коем случае Никогда в конкурсной программе Потому что я Ну, может быть, вне конкурсной программы Просто Ну, вне конкурсной программы Я иногда в каких-то участвую Конечно же, все присутствуют первые места Но в этом году мы Да Нет, не знаю Я не думаю, но не стоит этого делать Даже, мне кажется, пробовать В этом году парад победителей Поэтому я к этому не имею отношения Я как куратор Что победители получают? Скажите, пожалуйста Вот сейчас мы молодые, наверное, художники задумались А что, так сказать, кроме известности? Может быть, какие-то призы денежные? Да, денежные призы из фонда фестиваля Правда, есть Правда, это же совсем другое дело Отлично Аккур не меняет Ася После того, как фестиваль видеоарта Сейчас и потом Отправится в Тайвань То есть уже на фабрике Пройдет успешно в очередной раз Кто займет в эту площадку? Уже известно? Потом у нас в августе будут Краткие каникулы традиционные А осенью в Москве должна состояться Московская биеннале современного искусства У нас будет показана Более пяти проектов Самых разных художников Из Европы, из России Но это будет уже сентябрь и октябрь А время быстро пролетит Так что мы будем рады вас видеть Очень скоро В сентябре, Марин, и вас, конечно Мы очень искренне вас благодарим За визит к нам Мы, конечно, желаем Центр творческих индустрий Фабрика, конечно, на процветание Пусть обязательно все самые лучшие Творческие организации Уникальные, интересные проекты Пусть все к вам, к вам, к вам Переведенский переулок, восемнадцать Ну и, конечно, Марин Фоменко Вашему фестивалю чудесного видеоарта Сейчас и потом Искренне желаем Новых, молодых Долгих лет Спасибо большое И уже заслуженных Каких-то тоже интересных работ Спасибо Ну и с 5 по 30 июля Друзья, у кого-то из вас Наверняка есть такая возможность Не поленились Сходите В Центр творческих индустрий Фабрика Посмотрите Этот замечательный фестиваль Мы с Романом Обязательно отправимся Абсолютно бесплатно, друзья С хорошим настроением Ну, сказать, что это интересно Это не то слово Вполне возможно Эти видео Творческие люди Синергия Как-то перевернут Нашу жизнь Все Спасибо Спасибо большое Телерадиоканал Страна ФМ Спасибо До новых встреч Спасибо